В начале 2000-х была популярна компьютерная игра под названием «Как достать соседа». И, судя по последним новостям с Е1, некоторые восприняли ее как инструкцию к действию. Шум, неадекватное поведение и антисанитария — это то немногое, с чем столкнулись свердловчане за последнее время. Что же делать в ситуации, когда сосед тебя действительно достает? Если соседи слишком сильно шумят, имеется несколько способов воздействия на них. Ну, во-первых, стоит все-таки попытаться сходить к ним и поговорить мирно, не забыв, правда, взять с собой включенную камеру на телефоне. Некоторые успокаиваются после первой же просьбы и прекращают нарушать режим тишины. В случае же, если это не возымело эффекта, стоит вызвать полицию. Тогда видеозапись как раз и пригодится. За нарушение законодательства о тишине предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Несколько тысяч рублей для физических лиц. В случае же, если и полиция не смогла повлиять на дебошира, то необходимо опустить ему в почтовый ящик письменную претензию, в которой подробно изложить, что он нарушает допустимый уровень шума. И в случае, если он не прекратит этого делать немедленно, вы будете вынуждены обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда и возмещении затрат на установку звукоизоляционных материалов у себя в квартире. На некоторых это очень сильно влияет, потому что люди точно не хотят расставаться со своими деньгами. В случае, если сосед развел у себя в квартире антисанитарию, я рекомендую каждому из заинтересованных жителей дома писать обращение в такие органы, как санэпидстанция, Роспотребнадзор, полиция и прокуратура. Каждый из них в теории может заставить соседа привезти свое жилье в приемлемое для жизни состояние. Если же это не возымело эффекта, я рекомендую обращаться с заявлением в администрацию. Здесь уже можно написать его коллективно от всех жителей дома. Поскольку именно администрация уполномочена выходить с иском в суд о выселении человека из его квартиры в случае, если он привел свое жилье в непригодное для жизни состояние. Это возможно сделать как с собственником, так и с человеком, который проживает в квартире по договору социального найма. Процесс займет много времени, потому что предварительно суд все-таки обяжет человека для начала привезти квартиру в приемлемое состояние. И только если он не захочет этого делать, в таком случае он примет решение о его выселении. Бывают также ситуации, когда соседи ведут себя явно неадекватно, высказывая признаки некоторых психических расстройств. В таком случае важно помнить, что для принудительной госпитализации человека в психиатрический стационар, помимо его воли, имеется три основания. Это ситуация, когда промедление причинит существенный вред его здоровью, когда человек остался без помощи и не может сам себя обслуживать, а также ситуация, когда поведение человека представляет явную опасность для него либо для окружающих. Как правило, именно в этой ситуации соседи обращаются в психиатрическую бригаду. Важно также помнить, что выйти с иском в суд о лишении человека дееспособности может прокуратура либо венецинская организация. Поэтому после того, как соседа госпитализировали, если вы больше точно не хотите его видеть, рекомендую написать соответствующее обращение в прокуратуру коллективно. Продолжение следует... Продолжение следует...